Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 23 сентября. Житие преподобной в Поликсении. Святая Поликсения родом была из Испании. Она жила в первом веке в порождестве Христовом во времена святых апостолов и была ученицей их. От рождения и в юности Поликсения была язычницей. Вместе со старшей сестрой и своей Санкиппой, бывшей супругой Прова, правителя той страны, Геова Поликсения услышала о божественном учении Христа Спасителя от святого апостола Павла, когда он проповедовал в Испании. Санкиппа и Пров тогда же приняли христианство, а Поликсения осталась еще язычницей. После этого Поликсению постигли несчастье. Она была необыкновенно красива. Представляя с ее красотой, один бесчестный человек насильственно похитил Поликсения и увез ее в Грецию. Но милосердный и всесильный заступник без защитных и невинных Господь сохранил юные дела неурядимые и не попустил исполниться преступным замыслом нечестивого посетителя. Злой умный честился Господь обратил даже на пользу Поликсения. Плывав в Грецию на одном из кораблей Поликсения, слышала проповедь еще другого великого ученика Христова, святого апостола Петра, Благорасположенная к высокому божественному учению Христа Спасителя, с живым доверием обратилась она по прибытии в Грецию к покровительству и защите христиан. Проповедовавший там в то время святого апостола Христос Силипп, поручил одному благочестивому семейству скрыть Поликсения от ее преступного похитителя. С большими затруднениями и препятствиями удалось всем добродетельным христианам скрыть Поликсению греческий город Патры или Патров Ахайской области, где большинство жителей в то время были уже обращены в христианство проповеди святого апостола Андрея, первозванного ученика Христа Спасителя. В Патрах Поликсения, уже подготовленная благовестием святых апостолов Христов Павла, Петра и Тилиппы, и на самой себе испытавшая теперь деятельную благотворительность христиан, с живой верой в божественность учения Христа Спасителя приняла христианство и крещена была самим святым апостолом Андреем первозванным. Тут же Поликсения была свидетельницей славных чудес, совершенных святым апостолом Андреем. Она видела, как кротко переносила этот тогда уже престарелый старец тяжкие истязания и мучения, как он претерпел крестную смерть за свое нежелание отречься от Господа Иисуса Христа и смелое заступничество за христиан. «Уверуй сам по Христа», — говорил гневному языческий к управителю города и области святой апостол, когда тот с угрозой смерти требовал, чтобы святой Андрей отрекся от Христа, поклонился языческим богам и совершил все свои жертвоприношения. «Я более скоблю о твоей гибели, нежели о страданиях, предстоящих мне», — продолжал святой апостол. «Мои страдания продолжатся день-два, а твои мучения будут длиться вечно». Но не обращая внимания на краткое увещание святого Андрея, злобный правитель присудил его сначала к жестоким истязаниям, а потом обрек его на крестную смерть. И чтобы продлить мучения, возможно, долей, велел не пригвоздить, но привязать его ко кресту. Когда апостола Божия вели на место распятие, народ, среди которого была юная поликсения, толпился во множестве вокруг него, громогласно восклицая, «Чем согрешил этот праведник, этот друг Божий, что его ведут на самые позорные насказни, на которые осуждаются лишь злейшие преступники?» Но святой Андрей успокаивал и уговаривал народ, и шел с радостью на место мучения за исповедание Христа. Не покидали святого Андрея преданные его ученики, счастливой была та же поликсения, и тогда, когда его распяли и повесили на кресте. Многоство народа толпилось близнеевинно распятого святого Андрея, негодуя на решение правителя и восприцала с возрастающим недовольством. Напрасно страдает этот святой муж. Апостол же старался успокоить волнующихся и продолжал учить Слово Божие. «Люди, здесь стоящие, говорим, жены и дети, старцы и молодые, рабы и свободные, послушайте Слово Моего и не думайте более о суете временной жизни, но смотрите на Меня, висящего на кресте ради Христа, и уже готова оставить это тело. Не должно страшиться смерти тем, которые подвергаются ей за истину в этом мире. Они достигают блаженного успокоения. Отчистите себя, не забывайте Моего учения. От всего сердца уверуйте в Отца и Сына и Святого Духа. Храните заповеди Господа нашего Иисуса Христа, и тем явите себя достойнее вечного блаженства, которое уготовил Господь любящим Его». Дни и ночи проходили таким образом. Святой старец, несмотря на тяжкие мучения, не переставал получать народ. И сия кроткая, но полная жизнь истинной любви проповедца Христа, особенно сильно подействовала на юную Поликсению. За несколько суток она пережила целую жизнь, и христианство непоколебимо утвердилось в ней. Между тем продолжительное страдание Святого Андрея до того усилило ропот и негодование народа, что толпа с криком окружила жилище правителя идиата, требуя освобождения Святого Андрея. Уже третий день висевшего на кресте без пищи. «Напрасно страдает всей кровький святой и мирный человек», — говорил народ. «Вот уже более двух суток, как он висит на кресте и перестает учить нас добру и правде, его должно снять». Едиат, устрашаясь волнения, согласился на желание народа и сам пошел на место казни, чтобы при себе велеть снять Святого Андрея со креста. Первозваный апостол, увидев его, сказал, «Для чего пришел ты, Едиат? Если для того, чтобы исповедать веру в Господа Иисуса Христа, то, несомненно, получишь прощение. Если же ты явился для того, чтобы отвязать меня от этого дерева, то напрасно ты теперь старался бы об этом. Я уже наслаждаюсь зрением Царя Небесного, уже поклоняюсь Ему, уже стою пред Ним. Но пока еще есть время, позаботься о душе своей и не готовь себе вечных мук». По повелению правителя, волны хотели бы отвязать Святого Андрея от креста. Но апостол, подняв очи к небу, воскликнул, «Не допусти, Господи, чтобы меня сняли со креста! Даруй мне пострадать за тебя таким же образом, каким благоизволил пострадать ты! Не дай поколебаться тем, кои познали и возлюбили тебя через мое благовестие! Сохрани их и утверди во святой твоей вере, чтобы они прославляли тебя истинного Бога! Прими и меня с миром!» И действительно, тщетные исполнители Кази старались приблизиться к распятому, чтобы отвязать его от креста. Невидимая сила останавливала их. Блестящий свет, более яркий, чем солнце, совершенно окружил Святого Андрея, и в продолжении почти полчаса скрывал его от предстоящих. Когда же сей свет исчез, оказалось, что святой апостол Андрей уже предал дух свой Богу и только лицо его сияло небесным светом. Как воскресенье Иисуса Христа сильно подвигло святых апостолов на проповеди его божественного учения, так и кончину святого апостола Андрея плодотворно подействовало на святую поликсению. Применевшее христианство такое остропа Христовой Церкви, каким был святой апостол Андрей, упражнявшегося и укреплявшегося в божественном вере учения Спасителя под его руководством, святая Поликсения сама восхотела проповедовать божественное учение Христа Спасителя. И когда она узнала, что посетивший город Патры вскоре после смерти апостола Андрея святой Анисим отправляется на проповедь в Испанию, святая Поликсения с радостью сопутствовала ему на свою родину для благовестнических трудов. Она хотела обратить ко Христу своих соплеменников, еще не просвещенных светом Евангелия. Возвратясь в Испанию со святым Анисимом и с подругой своей Ревеккою, вместе с ней крещеную, святая Поликсения ревностно предалась деятельному распространению христианства среди своих единоплеменников. Сестра ее, Ксантипа, также присоединилась к ее благовестническим трудам. сохранилось в Казани, что особенно часто они проповедовали в многолюдном городе Толедо. Итак, все остальные жизни свои почти 40 лет святая Поликсения посвятила этому великому подвигу, подавая верующим во Христа пример благочестивой жизни. Плодом этого благовестнического апостольского служения ее было то, что весьма многие язычники в Испании были обращены и утверждены ею в христианстве. Около 109 года по Рождестве Христовом святая Поликсения мирно скончалась, до конца земной жизни сохранив девство. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok